Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». Сегодня хотела бы поделиться с вами результатами моего опыта длиной в 13 лет на сыроедении. Ой, многие сыроеды прям кичатся опытом своим на сыроедении, но сейчас повально все сходят в сыроедении, потому что наверняка их сыроедение было неправильным. Потому что суть опыта сыроедения заключается именно в том, чтобы выработать защитные механизмы от воздействия неправильной кулинарии. Все мы знаем, что искушения нас подстерегают повсюду, и если ты ровно дышишь по отношению к ним, в силу своего опыта, привычек, навыков, знаний, то для тебя они перестают быть искушениями, и в этом ценность опыта. В первую очередь, конечно же, что мне принес опыт сыроедения? Это хорошее самочувствие. Огромное количество хронических заболеваний накопилось у меня до 19 лет. Это было связано с разными причинами. Там было и кормление, поение антибиотиками при каждом чихе. Ну, родители как могли так и лечили, но в силу этого иммунитет, конечно же, еле дышал. Так вот, на сыроедении все это выровнялось. То есть, иммунитет стал сильным, мощным. Ушли через года 3,5-4 хронические заболевания, те, которые были. В силу этого я где-то на середине своего опыта, ну лет после 6, наверное, почувствовала себя полностью здоровым человеком. Дальше. Вот я затронула тему питания, да? Ну, как же на сыроедении без питания? Это понятно. Я считаю, что мое питание здоровое. Во-первых, конечно же, срывается сыроедение именно потому, что само сыроедение неправильно. Грамотное сыроедение должно начинаться с чистки организма. То есть, избавление от гельминтоза, от межклеточного, внутриклеточного паразитизма, да? Вот этого, который вот фактически ты его не замечаешь, не чувствуешь, но он есть. Избавление от токсинов, выведение его из организма. И, конечно же, большое употребление масел с омега-3 полиненасыщенной кислоты. Дело в том, что наши клетки имеют жировую оболочку. И как раз вот омега-3 и требуется. И многие срываются там на какие-то вареные вещи, на рыбу, на мясо, потому что там как раз это омега-3 есть. Поэтому, если вы хотите долгий опыт сыроедения иметь, вам необходимо пить, есть и пить большое количество масел с омега-3. Это первое. Также хочу отметить, что любая походная ситуация переживается на раз-два. Потому что в моем рюкзаке, если я еду в поход или в другую местность, или в путешествие, всегда терочка маленькая, походная ложка, вилка, салатница. Ну, может быть, еще ручной маленький блендер, который может по каким-то моментам смузи приготовить и так далее. А так вообще, ну, очень легкий рюкзак. То есть не нужна ни сковорода, ни кастрюля, ни газовая плита и так далее. То есть все эти атрибуты вареной жизни так или иначе канули в небытие. Следующее. Хотелось бы отметить, но это говорят и многие сыроеды, что время вспять поворачивается на сыроедении. Что кожа становится гладкой, красивые волосы, красивые ногти, такие, какие должны быть. Вот, поэтому на самом деле это правильно, да, это очень заметно. Это качественно меняет не просто жизнь человека, но и его вид, да, то есть так, как он выглядит. Поэтому я, конечно же, рекомендую сыроедение, потому что в каком бы возрасте вы не перешли на сыроедение, вы отметите хорошие благотворные результаты, как с точки зрения здоровья, так и внешнего вида. Дальше. Многие отмечают, что при условии, конечно же, что это правильное сыроедение, да, то есть наше сыроедение начинается с чистки, там, с каких-то моментов таких, которые помогают организму сбросить всю эту грязь, да, то наступает умиротворение, принятие себя, принятие этого мира, да, то есть мы начинаем чувствовать, как дышит природа, мы становимся спокойнее. И это даёт, конечно, внутреннее удовлетворение от жизни. Ты наконец-то понимаешь, что жизнь удалась, что хочется раствориться в некоторых моментах, да, и наслаждаться, наслаждаться моментом в своей жизни. Дело в том, что же мясо и вот эти все гельминты, да, которые проживают в человеке, они как раз дают нервозность, момент нервозности. И когда сыроедение неправильно, я повторюсь, да, то есть убран гельминтоз полностью, плюс, конечно же, вы не употребляете мёртвую пищу, да, то есть, грубо говоря, мёртвое тело животных, трупы, соответственно, выравнивается эмоциональное, духовное, душевное состояние. На фоне этого я хочу отметить, что притягиваются правильные люди в жизнь, то есть уходят абсолютно те вот мусорные люди, которые могли ещё присутствовать в вашей жизни. Даже если они появляются на вашем горизонте, они всё равно покидают вашу жизнь, рано или поздно, потому что вы просто не совпадаете с ними по вибрациям. Ваше духовное, душевное состояние гораздо выше, да, чем их состояние, ну, ввиду их питания, мировоззрения, которое зиждется, жизнь зиждется, конечно же, как раз на их питании. Поэтому постепенно вы начинаете ощущать, что вас окружают одни хорошие люди. Это ценно. Ты начинаешь понимать, что жизнь удалась, что как раз хочется видеть этих людей, общаться с ними и дружить, и заводить как раз новые знакомства, которых сторонился или остерегался до момента сыроедения, потому что, ну, есть какая-то настороженность сейчас в людях. Мы полностью погружены в соцсети, а в общение личного характера мы, конечно, стараемся не погружаться. Поэтому, да, вот можно сказать, что с момента перехода на сыроедение, даже если люди, ну, низкого порядка появляются на горизонте вашей жизни, они не так или иначе уходят, и вокруг вас скапливаются, вас окружают одни хорошие люди. Но это если вкратце, да? Конечно же, сыроедение — это не традиция даже питания, это философия, целая философия жизни, которая позволяет измениться как внутри, так и снаружи, изменить свое мировоззрение на мир, получить от этой жизни все, что бы хотелось получить. Хорошего вам дня, друзья мои! Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение». Если есть вопросы, проходите по ссылке под этим видео на мой блог «Андрейка Алена». Крепкого вам здравия! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!